Приветствую вас, зрители, во второй серии «Игры за Бумера» Вы увидите пять испытаний, в которых кто-то раскроет свои самые гнусные качества, а кто-то проявится как добропорядочный человек А еще у нас случилась внеплановая Санта-Барбара на площадке И в самом конце вы увидите, кто же стал счастливым обладателем Бумера в В-12 или миллионы рублей Приятного просмотра! Для тех, кто пропустил, пробил, прогулял, упустил из виду момент, как отбирались эти 10 участников Вечером 1 ноября в прямом эфире я выгрузила в общий доступ таблицу с участниками розыгрыша Бумера То есть тех, кто покупал кусочки кожи на вот этом сайте Рандомайзер чисел выдал мне 10 случайных чисел, по которым я определила 10 участников шоу Кому интересно, прямой эфир сохранен у меня в запретграмме, прошу просмотра Мексика, задумайся Это шестое испытание, кто-то хочет уже уйти, там, спать домой? Не-е-е Конечно, не знаю, сколько из вас людей хочет забрать миллиончик на Алик Тут лежит миллион рублей Либо же вы можете забрать BMW E38, который вот стоит красотка, вы ее впервые видите Прямо вот в живую, как она стоит Это последняя игра, в которой вы будете участвовать по командам Так что посмотрите друг на друга, вспомните, как хорошо вам вместе И сейчас я спрошу каждой команды Мне нужен один доброволец от каждой команды, который хочет помимо либо вот этих денег, либо E38 поднять еще немножечко кэш Опа! У вас кто? Как говорится, судьба любит смелых и быстрых, да? Все, значит у нас Евгений и Армен Виталик можешь меня называть Но вы не дослушали задания В этом клубе лежит 300 миллионов фейковых денег И всего 50 тысяч наличными, настоящими За 10 минут вам нужно будет найти так много наличных, настоящих, как вы сможете найти Тот, кто находит большее количество, тот забирает их себе на счет Ну а тот, кто собрал меньшее количество, тот и убывает Мать моя женщина, пошла, я подписался, ну ладно Ребята, вы поняли, что алчность может как классно замотивировать, так и загнать вас в очень неприятную ситуацию Я открываю аккуратненько дверку Три, два, один, погнали! Полосочки, которые на деньгах, они очень чувствуются Среди 57 тысяч купюр, им нужно найти, получается, 10 настоящих Как вы думаете, каковы шансы? Что, нашли хоть кто-то? Нету, да? Они все сныканы Мне кажется, надо все переворошить еще раз Когда залез к маме в кошелек Нашел? Да Реально нашел? Копай, копай, не внизу по-любому Нашел, нашел Страсти накаляются, осталось полторы минуты Пять, четыре, три, два, один Стоп! Руки! Что, ребят, алчность, это хорошо или плохо? Нормально Нормально? Нормально? А Евгению как? Так же Вы нашли сколько? Одну Так, это ваше? Нет, но Вы тоже одну нашли? Да Так, мы сравниваем Ну, сразу понятно, какая настоящая А какая нет Ну что ж, это ваш банк И это тоже ваш банк Так как у нас ничья Я считаю, что будет классным Если девчонки помогут мальчишкам У вас будет еще три бонусные минуты Чтобы найти кэш И та команда, которая найдет Я думаю, что кто-то найдет точно Заберет себе эти деньги, да И выиграет А та команда, которая проиграет Ну, мужчина из этой команды вылетает Раз, два, три Погнали! Вас поймали на месте преступления? А что это ты тут делаешь? Только не арестовывай меня Я просто покупаю подарки своей команде Тебя, кстати, уже купила А разве не рано покупать подарки на Новый год? Ведь еще даже не середина декабря Конечно, не рано Сейчас это можно сделать Все очень выгодно, между прочим Разве я не права? И вчера я себе оформила тинькофф-платину Сегодня активировала ее И получу теперь тысячу рублей кэшбэк Тиндеры Уже совсем скоро наступит пора новогодних праздников Так что пора присматривать всем подарки А в этом вам с легкостью поможет Тинькофф-платину Это карта с кредитным лимитом до миллиона рублей Этого точно хватит на все Если оформите тинькофф-платину до конца декабря И совершите покупки от 3000 рублей В течение 30 дней с момента активации карты Как я это уже сделала То получите на карту кэшбэк 1000 рублей Считаю, это максимально приятный бонус Я вот купила Дане свитер с оленями за 2000 рублей Мишельке косметику на 2500 рублей И Ване монтажеру настольный в этапад за 1500 В сумме получилось 6000 рублей А благодаря кэшбэку всего 5000 Ну, это приятно Кстати, по карте можно получить кэшбэк до 30% Под спецпредложением Где один бонус равен 1 рублю Например, кэшбэка можно оплатить Услуги ЖКХ Билеты на поезд Счет в ресторане И многое другое Ну и вообще, чем мне еще нравится Тинькофф-платину Так это тем, что можно переводить До 50 тысяч рублей без подписки И 100 тысяч рублей в месяц С подпиской Тинькофф-про На карты любых других банков А еще тем, что всегда можно Прямо в приложении подключить рассрочку К любой покупке от 1000 рублей Киндеры, переходите по ссылке в описании И успейте оформить карту Тинькофф-платину До 31 декабря Чтобы получить кэшбэк 1000 рублей При покупках от 3000 Let's go Погнали Так, заходим Я хочу вот где-то уже был А сейчас пишите свои ставки Кто победит в этом раунде А кто останется проигравшим Стоп Стоп, стоп, руки Так Как я понимаю, никто не нашел Нет Женская сила не помогла Но давайте сделаем так Без времени Пока вы не найдете Первой 5000 купюру А там их осталось еще На секундочку 8 штук точно Кто первый находит Тот остается Тот, кто не находит Тот все И увы Все, заходим Уже, знаешь, в глазах Мерещится Мы не учли тот факт Что найти 10 арик Среди 50 тысяч фейков Занятие увлекательное И близкое к вечности Поэтому я предложила Участникам выбор Либо шуршать Купюруми дальше Либо дать волю случаю Армен и Евгений Выбрали второй вариант Ребята выбрали монетку Как бы выдержки Чуть-чуть не хватило Но я их понимаю прекрасно Ты кто у нас будешь? Орел Получается, я решка Ты, получается, решка Выпадает решка Армен остается в борьбе за бумер Орел Евгений Лего Раз, два, три Иначе мы бы оттуда не вылезли Скажу одно Не в деньгах счастье, как говорится Главное, как говорится, не выигрыш Главное участие Всем участникам желаю большой удачи Чтоб победил сильнейший Со следующим испытанием Я уверенно знаком каждый И каждый играл в эту игру В спокойном муде Подпиваясь на даче С друзьями Это родная Дженган Но никто из вас не вытягивал вот эти блоки С дрожащей рукой С водопадом И с пота Ведь одно неправильное движение И все Мечта, за которой вы приехали Из другого города Будет утеряна навсегда Итак, к правилам Пять человек будут по очереди Вытягивать деревянные блоки И ставить их наверх башни Первые шесть кругов Не будут ограничиваться временем После Две минуты на круг Тот игрок, на котором башня упадет Или закончится время Вылетает из игры А, точняк Некоторые блоки будут с заданиями На оборотной стороне Это так Для поддержания боевого настроя Армен, вытягивай первый В следующий ход Блок нужно выкопить лодку В следующий ход Ты вытягиваешь блок В позе сумаиста Без задания Юле повезло Два В следующий ход Вытягиваешь блок Правой рукой Через левое плечо Опа Ты про шесть Выпускаешь этот чекот Если правильно отвечаешь на вопрос В каком месяце я купила булер? Апрель Сентябрь Слушай, ну локтем вытолкнул Задание было Дальше могу рукой снимать Значит, да Давай Ты про девять Следующий ход Выполняешь после десяти ожиманий Ничего себе Отжиматься не умею Можно хотя бы от коленок? Можно Там уже термиты Подъели основание Следующий ход Выполняешь Стоя на левой ноге Восьмерка В следующий ход Выполняешь одной рукой Номер два В следующий ход Вытягиваешь блок Правой рукой Через левой плечо Следующий ход Блок нужно вытолкнуть локтем Физнагрузка сделана Теперь у нас нагрузка На нервы пошла Молодец Как она это делает? Цифра пять Молодец Пропускаешь следующий ход Если правильно ответишь на вопрос Сколько часовых поясов в России? Одиннадцать Аккуратно Это что, поза лотоса? Ничего себе Ничего нет Через правое плечо, да? Тихо, не бойся Два Следующий ход Вытягиваешь блок Правой рукой Через левой плечо Девять Следующий ход Выполняешь Способ десяти Ажумани Небольшая физналька Только спокойно Пустое Артем, можно секунду твою руку? Я вижу, какого Артему рука трясешь А вот я лежу Прям я почувствовала, насколько там вот так вот все ходит ходуном ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Номер 3 Следующий код вытягиваешь блок, используя только 2 пальца Вау, стоп Не хлопаем пока Опять Видимо, тебе нужно сегодня подкачать руки Следующий код вытягиваешь блок, право рухой через левое плечо Вау, пустая Неужели ты дошел до этого левела и тебя сломит какая-то дженга? Не сломит же Дженга Среднее время каждого хода, оно увеличилось до 3 минут Нам придется обрезать ход До 2 минут Время пошло Ничего себе За минуту 10 прошел Стоп Молодец, молодец Стоп Минуты 50 Юля, давай Сразу такая Все, я проиграла И все время закончится Так вот тут уже все Не варик Да все Здесь Все Я уже поставить ее не успею все равно Все Стоп Ребята, я считаю, что надо похлопать Я чуть-чуть расстроилась, потому что я не люблю не доводить дело до конца То есть если я что-то делаю, мне надо сделать хорошо Все равно я очень рада, что приехала, что получила такой опыт Хочу очень досмотреть, чем все закончится Хочу большое спасибо сказать команде Ангелине Очень рада ее сестре, которая помогала нам, участникам Может быть получится когда-нибудь еще в чем-то подобном поучаствовать Мне кажется, что сильная Даша Потому что девушки в принципе такие сильные духи Даже вот по джинке можно было видеть, что мы как-то спокойнее достаем Плавнее все, да, пацаны они резкие И у них вот из-за этого может, что они как бы не думая Вот, но желаю я победы Артему, наверное, из тех, кто остался Но мне кажется, Артему очень нужно Потому что у него трое детей, жена, как бы, и он очень хочет, да И я думаю, что хотелось бы, чтобы он, в общем, победил Итак, мы дошли до четверти финала У нас осталось четверо участников И сейчас на этот стол я принесу ваше следующее задание Я думаю, вы знаете уже, что это за игра такая Смотрели? Не знаете? Никто не знает Тем интереснее Прикиньте, ваши ручки один на один с полной неизвестностью Там могут быть тараканы, змеи или чей-то пенсл Задача каждого игрока как можно быстрее отгадать содержимое коробки Тот, кто отгадает с наихудшим временем, вылетает из шоу Тараканы по-любому будут, почему-то я так думаю Либо гусеницы какие-нибудь, что-то живое будет Насекомые какие-то, наверное, там, да Змеи, возможно, какие-нибудь не ядовитые Я думаю, там будут грызуны, мышки, что-нибудь такое Второе – это что-то неживое, но необычное Будет мягкое, наверное, что-то, чтобы, типа, непонятно было Вот, и третье – это, возможно, что-то, да, из еды Фрукты, овощи, что-нибудь такое, что нужно пощупать, по форме определить В коробке три ключевых позиции Болтики, гаечный ключ и дворник Все остальное – это второстепенное, то есть декорации Даня, ты когда-нибудь пробовал влажный корм руками потрогать? Нет, только пробовал в том Я тебе скажу, что руками – это вообще не баунти удовольствие Армен готов, погнали! Наставь внимание марш! Время пошло! Это испытание на время! Чем быстрее выгадаете, тем выше шанс, что вы пройдете дальше Что это за хрень? Тот паук, по-моему Это болт, смотри, вот здесь болт Первый, первый есть Первый предмет от ГАД М10 болт Окей, это болт с предельной точностью М10 И он, я тебе скажу, или в холодной сварке, или в этом А вот и болт мой Но могу достать его? Конечно, посмотрите на него М10 Идем дальше Вот Вот Это? Это ключ Ключ Если не ошибаюсь, на 10 Это ключ на 10, да? Накидной и рожковой Достаньте, посмотрите Но это ключ правильно На 10 О! Ничего себе Это феноменальные знания Ой, ты мой хороший Где эта живая тварь? Вам осталось отдать всего один предмет Опять болт Болт Дворник от автомобиля Вау! Как? Как? Стоп! 258 Это феноменально Это очень хорошо, Армен Я бы пожаловала вам руку, но она вся у вас ваша И не в сварке, а в шоколаде Торма Блин, я ужасно просто пауков недолюбливаю и змеи Иначе быстрей бы отгадал Следующий участник Артем, ты готов? Погнали Раз, два, три Хорошейще Что-то не умеешь Достаточно уверенно ты трогаешь это О, постой Болт Правильно Это первый предмет Щетка что ли от машины Какая щетка? Ну, дворник Правильно Второй Тут тоже какая-то гадость Вот это Жесткое что-то Плоское, скользкое Фу О, ключик Какой? 8-10 вот такой Ну, рожковый Как ключ Гаечный ключ Правильно Все, стоп Минуты 42 Следующий участник Саша Три Два Один Погнали Ну, это болтик Шестигранный Парни сразу так быстро как-то это все откатывают Ох Ау Четко дворника Правильно Ключ Гаечный Стоп Стоп Сорок секунд Сорок Ребята Ты кто такой? Ты в каком путье учился? Скажи мне Так, участник Дарья в студии Ты готова? Да Три, два, один Ключ Гаечный Ну, который, да, гаечный ключ Да, правильно, правильно Дворник Который окно моет На машине Да, правильно, правильно Три вещи? Да, три Ну, я котлетки делала, у меня фарш похоже Либо, ну, фарш, мясо, говядина, я не знаю, свинина Так Ну, тоже болты эти Болт Стоп, минута 0,5 у Дарья Дарья, ты точно девушка? Да Давайте похлопаем, реально, это круто, это круто На часах два ночи, и я решила, надо как-то взбодрить наших участников И не нашла ничего лучше, чем сделать, кажется, на щупу с медведем Следующее испытание, которое должны пройти наши участники, оно будет очень жестким Но его нужно пройти, если вы хотите забрать бэху либо лям Это, как бы, ящик побольше, чем вот этот, да? Тише, тише Сразу скажу, нельзя кричать ни в коем случае Потому что может испугаться Окей Кто первый пойдет и проверит? Армен первый пробует Господи Там чувак сидит, человек сидит Окей, хорошо, давай, следующий человек Все, я знаю, кто Кто? Зайчик Окей Давай, давай, пойдем Человек Окей Даша Мне хватает за локоть, но я не Я думаю, человек Хватает за локоть человека, да Ладно, там был мусипушный безобидный кролик Господи, мне так захотелось забрать его к себе домой Два, три Ооо, какая милота Внутри сидит Ладно, ребята, на самом деле это было задание просто на типа ха-ха Конечно же, там внутри никакого медведя не было Ну и человека тоже подавно не было Кто вас мог за руки вообще там туда-сюда подать? Давайте посмотрим на результаты Первый у нас пошел Армен Потом у нас пошел Артем Потом Саша Потом Дарья Быстрее всех отгадал Саша На втором месте Даша На третьем месте Артем Последнее место занимает Армен Ты угадал за 2 минуты 58 секунд Можно вопрос Даши на телефон посмотреть? Потому что пока мы отгадывали Ее парня переписывали Телефон у нее в руках был Она зашла за минуту Все отгадывали Вы видели, что Даша с кем-то переписывалась? В общем, объясню, в чем суть замеса Начну с того, что некоторые участники приехали со своими близкими в качестве поддержки Даша не исключение, она приехала с парнем Но если вы думаете, что люди, не относящиеся к шоу, фривольно бродили по площадке, то вы сильно ошибаетесь Никто не имел права перемещаться по павильону в момент съемок Мы постарались сделать так, чтобы у сопровождающих был свой зрительский уголок, отделенный от игроков Более того, мы предупреждали участников, что пользоваться телефоном на съемке нельзя Исключение перерыва на отдых и приема пищи Все эти условия должны были минимизировать мухлеж и недобросовестное ведение игры Но случилось то, что случилось Армен утверждает, что в момент, как Даша ждала своей очереди в испытании и, кажется, нащупал Она пользовалась телефоном не в благородных целях Есть подозрение, что Даша переписывалась со своим молодым человеком Который находился на съемочной площадке и видел все содержимое коробок Дальше, я думаю, объяснять не надо Вообще легко, вообще легко А телефон пока? Хорошо? Да А что, я не снимала ничего Мы про телефон, про парня, прости А? А что? Телефон про парень Ну мало не написал Слова, не слова Вы мне хорошую идею подкидываете, молодой человек Может, она уже не работает А? Может, она уже работает эта идея Вот мы про что тебе говорили Вы можете мне другое что-нибудь положить, я так же отгадаю Я в такие игры играла очень много раз Можно телефон просто показать Могу и телефон показать, но это вообще личное Ну мы сегодня просто с ним еще общались насчет вообще в целом игры и мнения о игроках, поэтому я не хотела бы показывать Меня интересует только промежуток Ну, вы бы не стали переписываться с мужем, если он находится на этой площадке Если, как бы, у вас есть возможность здесь просто болтать Я говорю, давайте переиграем, я не знаю, что Не, ну просто телефон лично, ну честно, ребят, я не то что, я готова, что хотите Я отгадала, ну даже не быстрее всех, вы сами видели У нас есть интервал вот этого задания, возьмем его 20 минут Но навряд ли у вас там какую-то тайну читания общались Нет, ну я понимаю, но все равно Короче, объясняю, что случилось У нас тут небольшой конфликт на площадке между Арменом и Дарьей И конкретно у тебя какой запрос, Армен? Ну я просто сказал Сказал, что считаю более чем на 99% верной информации Что какая-то подкастка со стороны мужа Дарьи Абсолютно верно Прилетела ей во время, когда выполнялось это испытание Абсолютно верно Ты не мог видеть то, что я конкретно телефон что-то достаю И это потому, что когда я достала, смотрела время Были только вот двое ребят, тебя еще не было там Я свое мнение сказал, и оно верно И ты более чем знаешь Если человеку нечего вскрывать Он возьмет телефон вот так, покажет Это тоже верно Как бы если человеку нечего вскрывать Все, закрыта тема Можете все вырезать У нас честное шоу У нас честное шоу Честное, Игорь не честно И я не позволю уйти с площадки с каким-то конфликтом Это просто неправильно Поэтому я считаю, нужно привлечь какое-то беспристрастное лицо Которое сможет посмотреть и то, и другое Но я не знаю, я как, наверное, судья должна смотреть Просто получается так, что у нас подвешенное состояние между двумя соперниками Ты готова кому-нибудь здесь на площадке показать переписку? Ну я не хотела бы вообще Ты можешь обрезать по времени По времени мы понимаем, во сколько здесь вырублены Я по времени могу с мамой показать переписку У меня с мамой переписка была в это время Ты можешь просто показать или нет? Ну я не хочу там личной фотографии Ребят, сейчас речь идет о том, что там есть подсказки или нет А не то, что что-то другое ты начнешь озвучивать Я ни в коем случае просто свое мнение тебе не поменяю Нет, я понимаю, я понимаю Поэтому очень важно, чтобы у нас сохранялось честное отношение друг к другу Потому что я максимально честно пытаюсь относиться к каждому И то, что сказал Армен, в этом есть доля правды Когда мы пригласили, когда приехали многие ребята с друзьями Кто-то приехал с женой, кто-то приехал с мужем Мы пошли на компромисс как-никак Все-таки на такие шоу приезжают Ну просто были доводы, когда мы играли тоже У нас тоже что-то похожее было Тоже некоторые ребята были в телефоне Я не говорила ничего Даша, давайте задам вопрос просто напрямую в глаза Твой муж тебе какие-то подсказки Извини, пожалуйста Твой парень тебе какие-то подсказки во время вот этого испытания делал или не делал? Он только кивнул головой, когда я сказала то, что это... Короче, я неправильно болт как-то назвала, и он кивнул, нет А, это декорация Но тоже болты эти Болт Все, это одна подсказка была Просто невербальная подсказка Да Окей Вообще, даже то, что она сейчас вот это сказала Это уже нарушение правил Ну вы также могли смотреть и вам... Короче, что я думаю? Я думаю, что это мое первое шоу И не могло все пройти без сучка и задоринки И, конечно, я повела немножечко по-доброму себя И некоторые люди это восприняли как слабость, на которой можно сыграть На самом деле судья только один тут, это бог Но все-таки хочу ставить свои пять копеек Вот если бы я была на месте Даши и кто-то бы начал меня заваливать просто какими-то обвинениями Я бы, блин, жопу порвала, но я бы доказала свою правоту Тем более, когда для этого есть все Есть телефон, есть временной отрезок, в который я ждала своей очереди В общем, много есть каких-то факторов, которые помогли бы мне доказать свою правоту Но Даша этого не сделала А значит, на то были свои причины И я уверена, что в эти десять минут она не могла отправлять своему молодому человеку какие-то непристойности или еще что-то Ну камон, изначально человек говорил, что в принципе телефон слишком личный, она не будет ничего показывать Потом она согласилась на переписку с мамой Но на переписку именно с молодым человеком, который был на площадке Она на нее не согласилась И это как будто странно, реально странно Я надеюсь, что вы меня поймете и понимаете, почему мой пукан так горит Блин, потому что я реально болела за Дашу, она мне очень импонировала Я думала, что она заберет тачку Но пути Господни неисповедимы Едем дальше Ну, мои ощущения к тому, что эта игра Ангелина очень сильно старалась, чтобы все проходило честно Я это начал замечать, что подсказки идут еще пару раундов назад Но не было весомых доказательств А вот после того, как я отсюда вышел, я вижу, смотрю, она с телефоном И ребята говорят, да, она переписывает Она заходит за минуту, угадывает там колоссально, плюс фарш Плюс аргумент, что не может показать вот эту переписку, что там сверх важно за эту минуту И по-моему, мы все взрослые люди, то есть все понимаем, что здесь происходит Я так думаю, тут уже полуфинал, близко к финалу Армен просто, он понял то, что время у него самое большое, проигрывает Чисто начал говорить про что-то переписку, вот это вот все Я не отрицаю, что телефон был Ребята, которые были со мной рядом, ну, после вот этого испытания Сказали то, что они видели телефон Но переписки, то, что мне что-то кто-то писал, конкретно не видели Я просто вообще хотел сказать, что несправедливо и уйти Просто Ангелина не дала, настояла на том, чтобы все проходило честно Искренне достаточно, что вся игра проходила честно У меня не было намеренной остаться, чтобы бодлянку кому-то устроить Я просто то, что считал, то, что 99% считал правильно, то и сказал Ну, как показывает практика, это показалось правдой А насчет того, что что-то показывать, не показывать, ну, я считаю, что это личное Можно, я говорю, есть другая альтернатива, можно переиграть, можно что-нибудь другое сделать Тем более время у меня не самое быстрое было Ну, по-всякому можно думать А так, значит, им нужнее этот приз Пускай будет так, чего сделать Если на кону миллион рублей ты свой телефон не покажешь Двухминутное сообщение, вот, не важно, что там написано Тем более человеку, не в общий фильм Но все-таки большие деньги на кону Я пожелаю ему удачи и главное, чтобы выиграл тот, кому это реально нужно Я не знаю, тут уже честно, нечестно идет борьба, тут уже, наверное, просто все вот так с друг другом Нечестно, нечестно, ребят Ну, мы все со всей России собрались, чтобы честно в эту игру играть Я думаю то, что после такого поступка у людей обычно что-то как-то по-другому складывается судьба Даже не обязательно сейчас, а просто в жизни Ну, я пожелал бы все равно быть честным Она очень хороший человек, отзывчивый, позитивный Ну, может быть, хотела бы выиграть, не знаю Было много моментов классных, всем спасибо большое Организация классная у вас у всех Сейчас будет предфинальное испытание О, как хорошо Зовите мне, пожалуйста, поочередно ваше любимое число, либо цифру от 1 до 16 2 2 2 5 6 7 У меня тоже 7 2 7 7 Хорошо Запомнили Гелик Гелик, маркер и 5 мишеней Прямо сейчас участникам нужно будет сделать 15 контрольных выстрелов по шарикам Проверим их меткость И важно, скорость гелика не должна быть меньше 5 км в час Тот, кто набирает меньше всего очков, безвозвратно покидает шоу Ай да, не просто так я уточнила любимую цифру или число от 1 до 16 16 метров это ширина ангара и выбранный номер это то расстояние, с которого игроки будут стрелять в мишени Погнали Мраджан, отойди, я на гелике Мраджан, отойди, я на гелике Пусть попадает Мраджан Артем, готов? Да, готов мочить бандитов Погнали Так, ну сейчас наш финалист готов? Да Иду к победе Стоп! Итак, ребят, подводим итоги нашего полуфенала С прискорбием сообщаю, что Армен покидает нашу команду Красно Армен, спасибо тебе Спасибо вам, ребят Спасибо, что ты принял участие Пожмите руки И давайте похлопаем Армену Мне кажется, надо будет служить Блин, ребят, впечатления классные У меня я просто пришел как в приключения поиграть, честно Впечатления классные, теплые, со всеми ребятами хорошо познакомились, пообщались Единственное, ну да, недоразумение небольшое было Я думаю, Артем выиграет эту тачку Ну что, ребят, доброе утро Оно шикарное, я организовала нам солнце И я организовала вам трек Не просто так Сейчас будет последнее испытание И у меня все трепещит внутри, потому что я понимаю, что кто-то сегодня заберет эту машину, которая стоит позади нас А кто-то уедет ни с чем в свой родной город Нет, ну и в принципе тот человек, который заберет тачку, тоже уедет в город, но уже с каким-то большим кушем Это круто В чем заключается финальное задание? У вас есть какие-то предположения, почему вы на треке? Почему сзади машина? Гонка на треке, наверное, на время? Не знаю, возможно Лучшее время на круге, наверное Никто из вас не угадал, потому что мы сейчас будем проверять ваш коннект с этой машиной Насколько вы ее чувствуете? Вы ездили хоть раз на серии Ешки? Нет? Ни разу нет То есть у нас соперники в абсолютно одинаковом положении Сейчас нашим дорогим финалистам нужно будет выдвинуться на трек и разогнаться до 100 км в час Но есть один нюанс Вся приборка наглухо заклеена тейпом То есть положиться можно только на свою интуицию И забирает тачку тот, кто максимально точно определит сотку на ходу Погнали! Три, два, один Ребята, вы прошли испытания все Вы добрались до самого конца И я вас с этим дико поздравляю У меня улыбка не исходит с лица Но давайте вы попробуйте угадать Ты более уверен, что ты выиграл? Или, может быть, ты более уверен? Я думаю, надо бы сейчас чуть-чуть дотянуть Мне тоже показалось мало Разогнулся Много не дотянул Дань, заноси Я хочу поздравить Сашу Я хочу поздравить Сашу со вторым местом Артема я поздравляю С первым матемым местом! Даааааа! Ха-ха-ха! ты сделал это ты молодец саша тебя 88 километров в час у тебя девяносто дети на эту часть то есть реально одну секунду даже пол секунды не дотянул до сотки вот как чувствует артем эту машину вы прикиньте сейчас будет распределение призов а именно артем выберет он все-таки за машину или за миллион рублей а сейчас я хочу позвать в кадр человека который начинал со мной этот проект коля он приехал на финал как вы помните мы в минске покупали эту машину вместе с ним и гнали ее из минска в москву и дропались на трассе короче что только с нами не было из-за этой машины вот и я посчитала что важно будет чтобы эту историю коль за финал с нами в этом сейфе скрываются ключи от этой машины и деньги давай ты скажешь что ты выбираешь лямчик рублей или все-таки машины машину стопроцент сто процентов машин то есть я тебе отдаю ключи прямо сейчас держи тебе в комплект с машиной идет еще зимняя резина который ты можешь забрать сегодня тогда вот это я отдаю обратно сейф саш если ты думаешь что я тебя просто так отпущу я тебя просто так не отпущу как-никак ты многое прошел за один день за эти 24 часа мне кажется не были одними из самых насыщенных твоей жизни это правда стопроцент поэтому ну такой я считаю не это не утешительный песен достойный приз новый айфон тебе держи запечатаны только что привезенный чтоб ты мог делать красивые фотки классных тачек а сейчас давайте вы пожмете другу руки в качестве такой классный концовки нереальные эмоции все трясется все дорожит круто очень круто это все реально на самом деле сложно было эмоционально то есть перед каждым испытанием были волнения а когда начинается конкурс уже как бы все проходит ну и вот так постепенно один за одним дошел до финала и победил теперь эта тачка моя рад безумно я думал все и судьба домой поеду задания понравились все абсолютно очень круто контент нереальный ролик мне кажется будет просто топовый с александром и как первый раз встретились гостиницы когда прилетели до финала вместе дошли то есть мы их первых испытаниях оставались вместе в пинголе мы оставались последний вдвоем ну как то так ну судьба распределилась так что мне повезло больше сегодня так ну а чё делаешь с машинкой машину сто процентов оставлю себе добавлю в коллекцию не есть с 430 220 mercedes 500 и теперь бмв 7 и 38 четко хочу передать привет своей семье даши серёге денису веронике я вас очень сильно люблю они за тебя болели да ты можешь сообщил нет а давай позвоним совсем давай давай привет чем занимаетесь понятно понятно я выиграл правда 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 как ты думаешь такие эмоции спасибо скоро буду дома все люблю пока пиздец полный лет не плакал лет двадцать так захуй блин эмоции просто не знаю зашкаливают конечно устал конкретно устал ничего хоть ни с чем выиграл а так в целом все хорошо отлично даже рад за артема что он выиграл как бы нет никакой зависти ли вы что злости все нормально самое тяжелое для меня было джанга вот на нем я думал все закончится нет прошел дальше вот самое тяжелое было джанга остальное тоже тяжело но в целом все понравилось всех был шанс просто кому-то повезло кому-то не повезло я мог бы также вылететь вначале либо в середине но улетел в конце сам не понимаю почему но как я дошел до такого не ожидал просто что дойду до финала а так соперники были нормальность всех был шанс а я когда первые озвучили меня это к помощь она скажет что у тебя второе место я сразу то вам все но я так почему-то и предполагал что я мало набрал скорости не знаю не дожал в конце уже осознал что мало было чуть-чуть еще я был готов к этому сейчас ко всему к любому исходу был готов вообще ты вообще в первый раз в жизни что-то выигрываю участвую в подобном но больше не буду тяжело сутки почти так я не буду косплеить артема я не буду плакать все хорошо на самом деле те автолюбители которые меня смотрят наверное понимают что любая машина с которой ты пробыл я не знаю больше чем полгода больше чем год она для тебя играет как будто новыми красками и становится полноправным членом твоей семьи твоей истории в этой машине ты проживал свою жизнь и она у тебя точно ассоциируется с чем-то эта машина у меня ассоциируется с новой эры моей жизни когда я решилась взять и отреставрировать тачку дать жизнь одной легенде и эта легенда казалось ну ее невозможно привести в нормальное состояние но как видите все невозможное возможно 10 сильно постараться и положить на это кучу своих нервов и денег на самом деле что касаемо этой серии я удивлена насколько у нас попались интересные участники насколько они все фактурные самобытные своеобразные и на самом деле я сроднилась почти с каждой и увидела в лицо своих подписчиков вот как они есть какой жизнью они живут что они смотрят что им интересно и вы такие потрясающие вы настолько потрясающие я горжусь тем что у меня такие люди подписчиков зрители которые смотрят меня которые разделяются мной вот эти интересы это восхитительное это невероятно это просто mind blowing как говорится но мне грустно расставаться с этой машиной потому что последние недели когда я на ней катала смотрела что надо еще чуть-чуть как бы подтянуть где там что-то не закручено надо вот это вот отрихтовать и так далее вот каждый такой день меня тоже сближал с ней прям роднил и она стала частью меня я очень надеюсь что артем будет достойным новым хозяином этой машины я рада что артем я не должна этого говорить но на самом деле артем мне кажется сам достойным кто мог бы стать владельцем этой тачки и я почему-то уверена что она будет хороших руках кататься по новосибу и быть его коллекции машин он ее желал он не хотел она не мечтал его слезы как ничто другое доказывают это вот малышечка если я буду в новосибе я надеюсь что я смогу тебя навестить увидеть но любая законченная история это обязательно начало новой еще более крутой истории так что мы прощаемся с тобой я надеюсь что совсем скоро мне хватит духа чтобы начать какую-то новую реставрацию новое возрождение легенды и я уже не буду натыкаться на те подводные камни которые я встретила в этом проекте и с опытом ворвусь в новую историю ребят а вам я хочу сказать огромное спасибо что вы были на протяжении всех семи серий с нами вы наблюдали за историей за постройкой этого автомобиля самого начала и спасибо вам за вашу поддержку за то что верили в меня что мы сможем закончить этот проект и прямо сегодня 5 ноября я официально заявляю что проект завершён и завершён успешно спасибо вам большое пока пока